всем ребята добрый вечер вот идем мы уже наверное минут там 20 и паша мне говорит слышишь я говорю что и слушайте вот этот звук ощущение да как будто бы какая то если не знать что это дорога впереди что как будто бы шум какой-то в либо воды либо море на самом деле там как впереди мы до сих пор продолжаем движение решили уйти все-таки замкать первой части можете посмотреть очень крутой парк был но речь не об этом просто решил вам показать это себе на память куда мы ходим московская кольцевая автодорога там что оптово какой-то продовольственный центр но мы вот пойдем сейчас на ту сторону давно здесь нам или там нужны чем здесь давно все идем а вот поэтому ну а как мне куда деться здесь одна дорожка вот видите до сих пор вела один яуза и мы идем сейчас будем проходить по мкаду под ним и пойдем до станции перловская железнодорожная станция который уже находится за мкадом там нам идти сколько сказал 4 километра до внутри 500 в общем это все мкад ребята над нами в общем так вот дойдемся до а там что-то такая достопримечательность да есть какой-то это ты говорил николай второму александр второму где-то памятник этого еще покажу в этой вечерней серии но там в электричку сядем уже встретимся с вами дома сегодня мы заслужили наверное поесть например картофана какого-нибудь можно же наверное да тем более мы в той части отказались от пирогов которые ты меня манил я сказал нет и смотрите какая у застала малюсенькая но чистое прозрачная в отличие конечно от нас которая она у нас у дома чем ладно идемте до памятника потом до электрички садимся в сторону москвы гуляйте не сидите дома пока есть возможность смотрите какой красивый храм благовещенская церковь это мы по сути дела уже в мытищах но не по сути дела в мытищах и просто станции перловской такой нет видимо когда-то деревня была но все это сейчас относятся к мытищам какой красивый храм мы рядышком уже с памятником пришли мы с той стороны сейчас мы обойдем вон такой красивый кстати памятник царь и мученик николай второй но он и его вся семья были представлены как святые поэтому конечно действительно они намучились а стоит как будто бы как на колоколе на каком-то темно уже попытаюсь потом цветокоррекции немножко добавить света ну конечно вот видите да как колокол действительно мы уже на станции наконец-таки наши ножки болят голова болеет весь сам заболелся стонет идет на что-то голова болит но читается с атмосферкой должно быть наверно что не то ждем поезд 20 20 с чем-то минут у нас все 17 20 17 24 через 4 минуты вертолет летит вот наша электричка а электричка он конечно эти электрички отличаются от подольских до мтн cd который стул теплый то просто насидели тут а удобно вон сколько людей выходят на лосе он сколько грязи были скорее домой уже правда тоже ноги гудят мы еще сейчас пойдем пешком нам учить и идти еще пешком ты охренел ладно все ребят до дома время 20 минут 25 минут 7 мы только зашли домой я даже не знаю сколько вам прошагали нам реально купили картошки но мы сейчас не будем конечно по килограмм варить по сейчас не скажет сколько там примерно по грамм надо ее почищу отварим и вознаградим себя за такие большой марш рывок за такой большой марш рывок поэтому еще нужно что-то паша завтра сварить на обед и еще хочется пить честно говоря я вроде бы все нормально шел а потом знаете когда присели отдохнуть получается в электричке потом там ждали автобус 2 остановки проехать пошли потом магазин через экведуки это ничего уже не стал снимать паша говорит ну как ты отдохнул а я наверно больше то устал от того что я вот посидел то есть если бы я не сидел то я шел бы и шел а когда ты сел эти знаете мышцы просто раз вот так вот все по времени даже не знаю сколько мы ходили сейчас паша освободиться и пока не буду пока почищу картошку и он вам скажет сколько мы по времени ходили сколько шагов на шагали и сколько килокалорий сожгли 6 часов ходили 25000 шагов паша просто раздетая не буду вам показывать 6 часов ходили 25000 шагов а калорий сколько сожгли 11 ну слушай не так много мы что-то вчера с тобой никогда ходили мне кажется мы столько же даже больше сходили и не так устали сегодня прямо вот ноги устали либо то что мы два дня подряд ходили у меня по ощущениям что мы ходили сегодня дольше чем вчера и устали либости больше чищу картошку что-то какая-то странная зашли там магнит за кредуком у нас он такой что-то какой-то странный один из самых не то чтобы плохих но там всегда как-то заряжавшийся товар что ли не подкладывать не раскладывать домоработников что ли не хватает сетка все это стоит где-то полета почему-то это никто ничего не раскладывать тоже как странная картошка вроде бы как желтая но твердая все пустящая такая но странно по структуре не знаю как описать там в комментариях я так дженни и на королева по-моему спрашивала права то что видимо почему мы не едим суп по либо суп это понять мы их не то что не я люблю суп есть ну как то что-то на них не то чтобы отвыкли объяснить то что очень когда павлик павлику нельзя было много чего есть до операции всего болезни были ограничения ну например то нельзя было есть капусту простую белокочаную классную капусту забрали рис шонку что-то ну грубо говоря бобовые какие-то да там горох но это основа так скажем основ всех супов гороховый суп не сваришь без гороха борщ не сваришь без капусты че тоже там уху какую-то без пшенки я обходился сначала мы готовили суп борщами делал без капусты не помню что даже там уже добавлял чуть-чуть фасоли все-таки что ли как-то в общем обходились без этого придумывая новый суп рыбный суп я делал из консервы куриный с лапшой вот наверно все такие несколько там два супа который можно было сделать а еще овощной сделать куриный точно я делал и рыбный из консервы потому что там что морковка лук консервы картошка крупу никакой не клал и овощной суп овощной ну типа там знаете клал цветную капусту уборка ли морковку лук картошка морковка лук цвета капуста ну в общем тут такое все ну а потом как-то стали обходиться без них что ли ну при первой возможности воедем в суп когда я приготовлю либо если где-то в кафе столовой где-то зайдем обязательно какой-то суп возьмем хотя я тоже обед для меня суп это с хлебушком зараженный например либо там луком зеленым сальца ну как-то вот не готовим может быть приготовлю что-то не знаю почему у ленды возник такой вопрос я обычно обедли не снимая не мог банки на на ужин суп как-то даже если он есть конечно его большей части ешь на обед вот поэтому как-то так не то чтобы отвыкли а из привычки верно немножко вышло а так раньше да и суп пюре делал из тыквы просто суп пюре из даже дел из мяса просто мясо мясо картошка все это потом блендером вместо сливок всегда добавлял давно уже не добавлялась вливки нигде но добавлял сметану там виски процентную там какой-то вот поэтому давно уже не готовлю ну сейчас вот если вспомнить последний раз наверно суп я где-то мы точно ничего не вы не готовились единственное что окрошку ели кстати можно окрошку приготовить поесть пока класс продается если продается уже может у нас не продается магазин с картошку почище уже почистил можно работе и поставить картошку просто не пюре просто картошку отвариваю все упачки картошка тут у меня уже я поставил гречку паша на медленный огонь сейчас сразу тоже поставлю картошку пусть потихонечку варится не знаю сразу солите картошку нет я немножко по целю я перестал солить картошку потому что иногда в картошку добавишь соль и она потом часами варится без перестанки ее можно варить она как дубеет что лет может от сорта картошки зависит поэтому я так немножко присолю чтобы она совсем пресная не было это сейчас мы берем холодильник лук что ли замариновать немножко картошки 1-2 луковицы на две нервы потому что их чистишь я снимаю луковицу до последнего я как-то рассказывал что тут сама поделился я рассказала кто-то давно уже зрители сказал что я от лук раздеваю когда плохой лук поэтому вот это все конечно нужно будет не только срезать эти но и смотреть до какой степени он там вот гнилой так скажем лук сверху главный сухой в магазинах вообще лук плохой на рынке возьмешь лук хороший в магазинах я не понимаю что с этим луком делают день его хранят вот видите вот эта рубашка тоже грязная то есть я ее не срежу мне придется ее обрезать я так не делаю не за как не экономно конечно но вот эту рубашку я еще одну сниму из большой луковицы вот у меня получилось и снимаю до тех пор рубашку пока я не увижу что она скажем свежая сочная что можно снять вот эту только рубашечку 20 раз вот так так скажем только верхний слой вот так оставить он чистый но я его так не могу мне нужно еще еще один слой снимать потому что чаще всего под ним еще слой такой знаете полу полу уже вялый а когда его положишь суп либо на обжарку где-то знаете такой вот как раз получается как дети не любят не доготавливаться и не дожаривается не довариваются для слушается поэтому я вот так вот это делаю всегда снимаю лишний слой чтобы точно знать что он будет все окей сейчас я возьму сейчас секунду я возьму я вот такую маленькую сделаю подключилась зрители услышат что это что ты натеришься нет то самое поэтому знаете что он не такой белый пушистый я просто сейчас не знаю как вам показать вот возьму лук ну просто полукольцами наштрекаем сюда еще сюда ну так скажем полторы луковицы получится сидим нет вот эти попки кто-то спрашивал я их выбрасываю или срезаю когда срезаю луковицу я глубже срезаю и что кто-то как-то спрашивал что оно такое невкусное там что-то туда туда я срезаю не так вкусно не вкусно не особо дискомфорта задница попки не не предоставляет так скажем что какого-то дискомфорта единственное что я срезаю все равно чисто из-за эстетики чтоб он там не плавал нигде немножко соли сахарозаменителя какой он там у нас девятипроцентный немножко где-то бутылки лет шестьдесят уже наверно немножко немножко пахучего масла чайную ложку и водички ну так сколько тут что покрылось сейчас вам покажу вот так так все так чуть-чуть переколошматить помешать там соль да сахар вот и оставим это пусть маринуется маринуется надо чуть-чуть наверное водички еще добавить то он полностью не покрыт водой и его расколошмать его по разным сторонам полез как нелегалы по россии все и пусть так маринуется больше ничего с ним не буду делать так это все творилось это павлюку опять на завтра с йогуртом с греческим творог два яблока сухарики это сейчас лук на заморевновался тут паша что-то достал перцы это чушок томатный домашний это мои помидоры и тещин язык картошка варится и паша еще яйцо себе поставил так такое иногда хочется знаете как не знаю советско-крестьянский ужин либо обед что-то у меня аж прямо лицо говорит и второй день приходишь нагулялись и это и прямо мерзнешь ну сегодня я уже в душ не полезу что-то ждал паша мне нужно час там поработать он сидел там по своим делам вот поэтому картошку поздно поставил сейчас пока она сварится так ну вот поэтому сейчас будем с вами это селедку надо посмотреть потому что селедка меридиан мы там в глобусе брали давненько уже омега-3 тут ратата без масла без заливки масла я в масле честно говоря не очень люблю я лучше там какой-нибудь ну вот бывает винный знаете такой вот уксус в белом вине селедка либо там в красном вот он как-то вот мне не больше нравится чем в масле мне кажется там в масле вообще весь вкус теряется либо самому уже делать когда порезал там ее как-то замариновал чуть-чуть маслячка добавил мне кажется на заводе там столько масла льет что там уже вкусно вкуса масла нет о вкусу рыбы нет единственное что если она ни в каком не маринаде она может быть костлявая вот таких вот ну ни разу не брали надо сейчас смотреть какая она из себя просто может быть она костлявая я костлявую рыбу селедку вообще не могу опять это органолептические естественно надо проверить все это чтобы не пахло ничего вот такая тактожирная рыбка блестит Маруся ты чего быстро туда быстро сидит вот главное мне что проходной двор в квартире сидит главное и не туда и не сюда сидит на в прихожей на коврике здесь вот прямо дверь открыта сквозит в разные стороны она сидит деловая надать надо вон Юлиным родителям и на этот надать пусть она живет там на улице ладно раньше она ходила хотя бы выходила гуляла у нас же селедочница есть во раньше ходила она хотя бы гуляла понимаете а сейчас не гуляет просто выходит и это не выходит а просто стоит вот здесь около дверей чего ждет кого она ждет здесь кто-то мусор начинает выбрасывать она оттуда бежит на шифонер действительно наверное и скучно я не знаю как сказать то вот ну кости есть да чувствую прямо ну как их убирать я не знаю они прямо мелкие мелкие прямо по хлебтине вот по этой стороне хоть в маринад что же бросая не знаю вот видите прямо такие вот косточки на бороде видите а я вот это вот не люблю у меня тета тетка она практически селедку с костями есть я так не могу я не знаю реально может быть вот вот достанем отсюда положим вот так и селедку я брошу вот эту уксусную воду потому что хотя бы чтобы как-то этот лук у него ну избавиться от костей хотя бы потому что это я не знаю я не знаю как есть правда ну-ка я попробую прямо вот они ощутимы я так не смогу сейчас их в уксус немножко чтобы они растворились поэтому я вот тут вообще костей куча поэтому я люблю уже либо в любом маринаде в уксусном да так скажем я там уже когда кости эти растворились либо ее делать самому эту рыбу ну этому тоже не надо есть потому что один раз он тоже рыбу ел чуть ли костю не подавился папа у меня тут недавно тоже ели рыбу и в конце концов кость так застряла что это не мог ничем ни хлебом никак достать не знаю потом как-то пальцем рукой что ли он туда как-то залез пальцами в горло хорошо что он не глубоко залез вот туда он достал ее а еще у меня коллега вместе работали Юля в институте если Юля меня смотрит вот она тоже как-то рассказывала что аж в больницу пришлось ехать вот так вот кость попала что не могли достать основательно глубоко так скажем и вот остатки рыбы красные вот эту точно надо есть потому что она может завоняться и надо резать маленькую такую положу просто ее не оставите на вот если сегодня завтра ее не съесть это все это она просто зовут ну завоняется рыба часто вы едите такую простую еду ну я ее называю простая картошка с чем-то там не знаю с чем можно придумать если я бы не был бы на ПП я бы какое-нибудь сало бы еще сюда вот все мечтаю о том копченом сале который Ирина с Васей нас тогда угощали такое вкусное копченое сало не помню где она покупала Ирина рассказывала о темлянцевской столе наконечной монорельса там что-ли где-то просто забыл так сейчас откроем это я на стол беру сразу так повернем здесь в большую сторону в соусе потом достал но это потом так и помидоры свои надо попробовать срок до этого прошло поэтому не могу так звуки скользкие в трусах то я вырезать тебя не буду как получилось так получилось ой ты тут что-то с перцем что ли с острым еще а что это а ты же закидал побольше кидай я говорю банка пол-литровая ты говоришь давай поострее ой ой на попробую ой остренькие сначала сначала нормально малосоленые такие а потом перец я еще только говорил не вкусные вкусные ой 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 и хрен чувствуется как хреновая закуска вот вкус хреновой закуски ой 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 перчик я бы съел ну спасибо оставлю в банке ладно не буду перекладывать рыбокослявая селедка просто невыносимая я ее залил положил где лук был в этом в рассоле я уж так по-домашнему не буду ребят ничего доставать пусть она так вот так по-домашнему она не сводилась мне кажется еще да но она даже не кипит у тебя у меня там на двойке стояло тющий язык открывать нет давай открываете перец перец мамин вкусный перец как перец она говорила что в советское время ей был какой-то перец забыл как он называл глобус что ли это вкусно вообще бомба сейчас прямо на картошку полю эту штуку очень вкусно все ты наелся? да спасибо хорошо сок томатный не сейчас наверно зачем то есть там томат томат да завтра если что сок томатный с вами попробуем тогда его не будет проводим об этом работе как и рыба да как и рыба да как рыба мне кажется не сварилось это еще потому что оно даже не кипело я еще посмотрел что яйцо стоит оно даже не кипело я уходил? какая чистота была? не было никакой чистоты все вот так вот было наставлено зрители видели гречка в одну сторону яйцо в другую сторону все уже суплено на обед вот здесь оставлю имеется ввиду крышки на старе потому что наверное не сидим все о точно или рисовую бумагу кстати завтрак завтра наверное я с вами сделаю попробую сделать о охренеть смотрите подруга опять откуда она взялась между семью и восьмью это что такое ты откуда взялась подруга представляете да как тепло что они до сих пор сразу мусорку практически до сих пор летают на улице ненавижу мух так вот тарелочки надо какие-то будут достать под эту под картошку ну вот такой у нас колхозно-крестьянский ужин получился картошка рыба кстати так и не помогло этот уксус надо было либо острее либо сильнее делать все равно остался этот как он называется кости эти косточки мелкие ну эссенция просто было мало но лучше так будет в общем найдемся в любом случае нет достану еще колбаса у меня осталось с обоженина так вот вот огурчиков да только не хватает маринованных и салом а еще бы капусты квашеная у меня квашеная капуста есть единственное что она у меня давно лежит масло надо тебе полить туда будет или так что-то польешь капуста у меня есть квашеная но она уже давно у меня лежит конечно я думаю что ей ничего не будет лучше ее с ней что-то сделать переработать куда-то там не знаю суп потушить с чем-нибудь ну пробовать картошку давай пробую картошку ребята покупали лотерейный билет думаете сколько мы выиграли два раза по рублю опять 170 рублей просто что что купили за то и обратно отдали я говорю хоть раз я уже думаю ну хоть Паша говорит что-то выиграли потому что его нет там где-то какой-то как ты сказал где его нет числа этого я думаю ну вот хоть бы там ну тысяч 10 хотя бы ну вот так единственный минус в этом телефоне что в нем память очень маленькая сейчас тили-тили троллевали раз он отключился памяти нет и отключился вот поэтому селевик как говорится заново не помню на чем остановился покупали лотерейный билет и Паша говорит что это в невыигрышных его нет значит что-то выиграли я думаю хоть бы тысяч 10 бы там 20 сейчас завтра картошку сходить в магазин там купить что-то икры красные да черные 170 рублей ребята 170 рублей я люблю просто соль картошечку помакать ммм гляча ну давай пробуй селедку которую ты купил я вижу да селедочку ммм селедка обалденная да? ну ладно ешь что еще можно сказать что еще можно сказать а я люблю вот так вот взять картошечку просто в сольку вот знаете еще мне кажется только советский человек может понять причем не про такую отварную картошку а в мундирах вот так и вот просто поесть ну действительно ладно Паша до завтра чтоб я не переключал камеру пока жмем